Если вам надоело открывать элитные наборы, то вам поможет сайт ProSeller, где вы можете приобрести алмазного персонажа, а также монеты для открытия паков в игре Injustice по низким ценам и быстрой доставкой на все мобильные платформы. Промокоды появились давно, но они до сих пор действуют, поэтому поторопись и хватит кайфовать от моей рекламы. Ссылка на сайт и промокоды в описании под этим роликом. Ребят, 4 дня не было видоса. Да, я показываю 5 пальцев, потому что завтра уже начнется пятый день, когда не было видоса по игре Mortal Kombat X Mobile. Да, именно по этой игрухе. Поэтому что ж, сегодня мы его запишем. Вы скажете, что в этой игре вообще делать? Ну ничего уже нету такого, что можно было бы сделать в данной игрухе. Кто-то будет прав, несомненно прав, но мы сегодня что сделаем? Мы откроем первоначально пакет из Войн Фракций, а потом еще и пооткрываем кучу пакетов за 150 и 360 душ. Леха попросил меня, владелец аккаунта Псих, открыть ему наконец-таки Китану и выбить пару алмазных персонажей. Я уверен, у меня это получится сделать, потому что я тот еще... Выбивалец алмазных персов. Отлично сказано, супер просто. Всем привет, ребят, вы на канале Steven Games и мы продолжаем играть в эту великолепнейшую игру. Что ж, погнали. Отлично, с чего бы я хотел начать? Давайте начнем с того, что Войны Фракций. Я показываю вам Войны Фракций. Здесь у него список лидеров Ученик 2, потому что началась новая неделя, скажем, новый сезон. Также, если мы зайдем в коллекцию, если мы зайдем в коллекцию, то здесь мы увидим... Здесь мы увидим кучу-кучу персонажей. Персонажей седьмого слияния, но... но они не прокачаны. 50-й уровень, седьмое слияние, например, Шинок. Есть шестого слияния Каталькан. Но также есть тонны персонажей, которые попросту не прокачаны. И это говорит о том, что аккаунт не читерский. Здесь нету супер-пупер, скажем так, офигенных экипировок и так далее. Но все-таки. Он был на претенденте первым, значит, скорее всего, ему в сезонах за Войны Фракций будет доступен пак. Ну и давайте посмотрим, что отсюда выпадет. Я надеюсь, я надеюсь, что это будет Алмазный Рейден. А так как мне Алмазный Рейден никогда не выпадал, скажем, то, скорее всего, здесь именно он и выпадет. Опа, освободюцу до седьмого слияния. Чувак, да тебе непременно везет. 20 тысяч монет, 50 душ и пакетик, да? Кровавые рубины. А, нет, пакетика на претенденте первым уже не дают. Ну ладно, тогда откроем у меня. Потому что, скорее всего, ему просто-напросто не повезло. Не дали ему пакетика. Ладно, окей, на первом претенденте мы выяснили, что пакеты все-таки не выпадают. Блин, мне казалось, что первый претендент, это значит, хотя бы один пакет будет доступен. Но я надеюсь, на элитном до сих пор два пакета есть. Окей, что ж, магазин. Давайте заглянем сюда и начнем, наверное, с наборов элитных. Да, именно элитных. Выбиваю Алмазного персонажа. И после только этого, после этого мы переходим, конечно же, на паке за 150 душ, где я выбью Китану. Ассасин Китану, если кто не понял. Что ж, пробуем. Это первый пак. Поэтому здесь я даже не знаю, что может выпасть. Если с первого пака Алмазка выпадает, то, в принципе, дальше нет каких-либо, скажем так... Я не знаю. О, Малднео выпал. Проблем выбить что-нибудь еще. Я не обратил внимания. У него есть вообще... Ну, Темная Императрица Китана прокачена. У него есть Алмазные персонажи. Коллекция. Давайте-ка заглянем. У него есть Люкан классический. Эрон Блэк, Охотник за головами. Девора от Роди. Шаокан завоевает. Да у него куча, кстати, Алмазных персов, на самом-то деле. Мне казалось, что у него будет их гораздо меньше. Но да ладно, окей. Окей, блин. У меня и то меньше Алмазок. Хорошо, что еще Рейдена нету. Так, что у нас здесь? Отлично. Новый уровень. Хорош. Новый уровень снова. Отлично. Главное, чтобы сейчас Алмазка какая-нибудь выбилась. Вот серьезно. Я серьезно говорю, что... Ну, давно такого не было, чтобы выпадал Алмазный персонаж. И тут... А, темный Рейден прокачивается. Блин. Ну, как-то так себе. Я ожидал, конечно, другого перса. Более такого забористого. Например, классический Рейден. Либо классический Люкан. Было бы гораздо лучше. Но да ладно. Ждем. Ждем. Я уверен, что пока что нам просто-напросто не везет. Такое возможно. Такое возможно. Поэтому пытаемся дальше выбивать. Смотрите. Здесь карты все без уголка. Это, скорее всего, либо новая Алмазка. Что маловероятно. Потому что Алмазки у него, по-моему, снова Молот и Гнева выпадает. Блин. Мне на Молот и Гнева везет сейчас. Эрон Блэк. Нет. Не Алмазка. На Молот и Гнева мне определенно везет. Но, блин, это не показатель. Молот и Гнева-то мне, по сути, не нужен. Мне нужны другие карты. Другие карты. Что ж, новый уровень. Так, я ВК забыл выключить, по-моему. Потому что у меня он по какой-то причине пиликает там. Так, хорош. Хорош. Следующая карта. Ну же. Субтитры создавал DimaTorzok Отлично. Есть. Наконец-таки. Наконец-таки я выбил Алмазку. Эрон Блэк. Эрон Блэк. Охотник за головами. Становится второго слияния. Кстати, на Эронов Блэков мне на самом-то деле везет. Потому что я на других аккаунтах тоже открывал паки. И довольно часто мне выпадал Эрон Блэк. Я не знаю. Либо там что-то фиксанули. Эрон Блэк выпадает очень часто. Либо мне просто везет на Эронов Блэков. Хорошо. Что ж. Одну Алмазку мы выбили. Одну Алмазку мы выбили. И теперь нам нужно как-то достать Китану Ассасин из боевого набора за 150 душ. Долго. Долго пришлось, конечно же, открывать. Но все-таки как получилось, так получилось. Что ж. Смотрим здесь. Вдруг вообще из первого пака выпадет Китана Ассасин. Это было бы вообще великолепно просто. Но посмотрим. Кана Команда. Кана Команда выпадает. Далее. Боевой набор снова открываем. Снова открываем боевой набор. И здесь скорее всего. Скорее всего тоже будут выпадать такого рода же персонажи. Потому что Китана Ассин все-таки эксклюзив. А эксклюзив выпадает не так часто. Если я выбью Кесси Кейдж спецагент. То, блин, Лех. Ты не переживай. Кесси Кейдж спецагент еще та имба на самом деле. Если ее прокачаете и играете ее правильно. То блокбрейкеры и добивание спецприема 2 тебе очень сильно пригодятся. Ну а здесь смотрим дальше. Медальон выпадает. И что у нас здесь? Скорбная Китана. Скорбная Китана. Китану я, конечно, выбил. Но не ту, что нужно. Хотелось бы, конечно, немного другую. Что ж. Следующий набор. Смотрим, что у нас здесь. Музыка. 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 Вот она. Вот она. Кесси Кейдж спецагент. Я прокачиваю ее до второго слияния. Скорее всего, Ассасин Китана не выпадет. Потому что и так выпала одна из эксклюзивных карт. Это Кесси Кейдж. Которую выбить довольно сложно. Но все-таки мы ее прокачиваем до второго слияния. Как я и предполагал, что маловероятно, что выпадет Ассасин Китана. Так как я, помнится, тестировал наборы. И когда я тестировал наборы, у меня Китана выпадала пака с 90-го. А здесь всего ничего. Было около 20 паков, которые я мог открыть. И поэтому, понятное дело, что маловероятно, что мне бы повезло. У меня, конечно, есть еще шансы выпить этого персонажа. Но они очень малы. Но, блин, еще одна. Блин, сразу две. Две эксклюзивных карты. Одних и тех же. Что? Кесси Кейдж снова прокачивается до третьего слияния? Это жесть просто. Серьезно? Блин, мне вот так не везет. Почему-то, когда я на своем Аке открываю паки, мне чаще всего выпадает, блин, сначала какой-нибудь эксклюзивчик, а потом куча говна по типу Каталькана, Бога Солнца и так далее. Не, Каталькан, Бог Солнца, довольно неплохой персонаж. Вот, кстати, Скорбная Китана ему выпадает уж очень много раз. Тебе почему-то очень сильно везет со Скорбной Китаной. И тут уж ничего не поделать. К сожалению. Если сейчас выпадает еще какая-нибудь карта, которая есть, еще будет шанс на один набор. Но, по-моему, там уголок. Да, и значит, скорее всего... Скорее всего, это Баланс Кенши. Это Баланс Кенши. Ну, что поделать? В целом, вот как-то так получилось, ребят. Пооткрывали паки. Не выбила я, конечно же, Ассасин Китану, но... Но зато выпил... Выпил, блин. Ну да, я и выпил. И выпил две Кейс Кейдж. Выпил две Кейс Кейдж, спецагент. Это эксклюзивные персонажи. Даже если мы зайдем сейчас в магазин. Магазин и в персонажи, кто не в курсе. Возможно. Возможно, есть такие люди, которые не в курсе. То вот они. Эксклюзивный персонаж. Кейс Кейдж, спецагент. Боевой набор. Это персонаж эксклюзивный. Я прокачал аж дважды его. А это не так уж и плохо. Из набора за 150 душ. Ну и плюс еще выбил одного алмазного персонажа. Что ж, ребят. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.